так что здесь сегодня такое каталог медной пластики из коллекции фимова вот это интересно семье ворониных дорогих наших родственников наверно тобольск может здесь наша ездить как-то нам подарили такую маленькую воскресенье христова сейчас я найду да такая вот такая нательная знаешь ну вот типа эти они тоже вот это можно было носить на груди на шее икона спас нерукотворный богоматерь тихвинска это все нательные адегитрия смоленская так это все они в разных вариантах здесь видите раб по-разному эмаль сделано казанская богоматерь богоматерь всех скорбящих радость красиво пятицветная маль богоматерь знамение богоматерь знамение символами евангелистов тоже смотрите какая маль сошествие святого духа икона покров богоматери красота вознесение господне преображение господне рождество христова вот она воскресенье христова только здесь она как-то в типе сошествия в ад у нас нет не такое по-моему у нас подождите подождите вот что-то типа вот такой вот размеры 5 и 5 и 5 на 1 2 вот такого она размера да 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 это все нательные у него в основном коллекция состоит из маленьких нательных но там есть и большие конечно попробуй такое собери у него что эмалью на всех иконах в идеальном состоянии основой подобных икон в искусстве православного мира послужила пакрифическое не каноническая евангелие от никодима а также тексты псалос псалмов здесь представлен момент когда спаситель по воскресенье своем спускается в ад вводит оттуда праведников и попирая адские врата вершит суд над сатаной существует несколько иконографических вариантов данного сюжета которые различные и по положению фигуры христа и по составу персонажей вот видите вот здесь еще есть нет троится отличная общая коллекция это уже большая икона ну как большая 10 на 10 сантиметров на 9 это 13 на 10 тоже начальная это собрана можно сказать история это очень красиво основном они все эти иконки попадаются копаны и не домашнего хранения поэтому а здесь у него именно в коллекции домашнего хранения я думаю кирилл что это не восстановленная мальш он собирал до родной она видно даже по фотографиям преподобный не фонд священномоченник антипа ростовские святители авраами и леонтий с избранными святыми преподобные вообще отличная коллекция интересно сколько у него ушло времени на эту коллекцию еще в начале не написано сколько на ходу посмотрите какая красота святой иоанн притеча 15 на 14 очень красиво от собирания к осмыслению частное коллекционирование целенаправленное увлеченное собирание предметов привет представляющих научно-исторический литературно-художественный семейно-бытовой интерес становится на мой взгляд весьма заметным явлением наших дней что за этим страсть к накопительству очередное коллективное увлечение модное поверье или попытка лучше конкретнее скажем так интим не узнать истории своего рода области даже всей страны попытка возникающая когда уже не насыщает посещение музея выставок с однообразным отдающим официальности экспозициями действительно побуждения могут быть самыми разными но мы знаем что большие именитые коллекционеры прошлых эпох как бы и во имя чего не начинали и в их собрания нуждаются в широкой аудитории становится общественной необходимостью но не касаясь таких образцовых высот вернусь к начальным шагам коллекционирования опыту который мне знаком не понаслышке это очень непростой очень противоречивый опыт тут легко сбиться на какие-то окольные тропы составить своем деле совершенно ложное преувеличение понятия кирилл что там у тебя фаберже 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 кирилл фаберже кирилл 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 приличная работа подходит ты занят дома есть дома или нет тут коллекция была наподобие вот такая вот эмалевая тамбличка дома есть дома или нет дома вот что-то такое красоту домушников не боялись а ну покажи мне посмотрите кирилл что-то по табличкам стал работать кирилл опять опять как писали зачем вы в питере табличку от монтировали это кирилл на тропы в на коллекционера табличек мне такое чувство медная пластика литье в эмалях там есть там там есть наша иконка вот это которую нам недавно подарили воскресенье господня в эмалях 5 эмалях мы на рынке а почему черешня 40 а клубника 110 ну что сейчас найду черешню клубнику и куплю где я мелкую не хочу я не знаю посмотри она все вкусно будет молодой чеснок 10 гривен лук укроп а почем черешня 100 и 130 спасибо домашняя черешня а хорошее 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 честно говоря мне не очень понравилось вот крупенько а а в глазах а в чем черешня тут 40 передачи дайте килограмм попробую это и возьмем тогда ну внешне она мне нравится а голубика почем 2 килограмма я понесу ну что ты понесешь так сейчас уже голубику нам отдавали по пятьсот пятьдесят гривен но у меня денег не хватило у меня красный куд клубника это вообще отличные цены вот уже была помните сколько я снимала 700 или 800 гривен на другом рынке я снимала голубику лохину а сейчас уже конец дня давали по пятьсот пятьсот пятьдесят по моему за килограмм но сегодня не получится купить ну 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 здравствуйте спасибо спасибо так ну завтра еще зайдем что-то заработаем зайдем купим да уже не за что покупать так бывает и роман снесет эти пластинки еле идет пластинки я не знаю как юрий донес сюда а как донести то их можно ну тяжело жара такая да ну 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 Субтитры создавал DimaTorzok